Всем здравствуйте, меня зовут Марина. Сегодня будет продолжение, третья часть моей такой небольшой сокровищницы, в кавычках, бижутерии. Поэтому, если вам интересно, конечно, присоединяйтесь ко мне. Ну и накануне у нас 8 марта, поэтому хочу всех женщин, девушек поздравить с этим прекрасным весенним женским днём. Солнечным, красивым, цветущим, благоухающим весенним деньком. Вот, и чтобы, конечно же, оставались красивыми девочки, женщины, девушки, вообще прекрасные леди, желанными, здоровыми, цветущими, как весенние цветы, нежными, обаятельными и привлекательными. Вот, того же самого желаю себе тоже, конечно же. Ну и поехали смотреть мои такие вот женские шалости. Ну, опять, конечно, Алиэкспресс у нас лидирует, поэтому, к моему пожеланию, как раз вот и достала вот такое колье летнее, красивое, нежное, прекрасное, которое как бы металлическое само по себе. Опять же, очень-очень с Алиэкспресс недорогое, но женственное. Я его даже, по-моему, на свадьбу одевала, вот, летнюю свадьбу. Камушки красиво всё сделано, прекрасно, все камушки аккуратные. И это опять у нас Алиэкспресс. Получается какая-то реклама у меня, посвящённая Алиэкспресс постоянно, как только показываю украшения. Вот такое красивое колье. Естественно, тут металл немножко цвет поменял, окислился, потому что было лето, естественно, соприкосновение с кожей. Вот такое очень интересное украшение. Покупала, опять же, я его на море, на чёрном, пластиковое. Но покорили меня вот именно вот эти прекрасные, красивые бусины, которые внутри в пластике ввязаны. Я не знаю, какое-то оно мне показалось, это украшение, очень душевным, очень таким тёплым и очень таким приятным каким-то нежно-коралловым, персиковым цветом. Я его купила, 200 рублей оно стоило, там у женщины, лотки вот эти сувенирные на море. Одно-одно действительно и висело, и такое впечатление, что оно было там никому не нужно. Где-то в уголочке, вот, ну и я его забрала. Посмотрите, какие прикольные бусины, они очень необычные, с этими вот, по сути, примитивными висюльками, вот. Сами бусинки. Но оно такое необычное, оно такое интересное, оно очень красиво, летом украшают одежду. Я в нём хожу летом, не только на праздник могу одеть, ну и даже просто так, ежедневно, с удовольствием одеваю. Подходит прекрасно к сарафанам. И вот так выглядят сзади вот такие висюлички, вот, пластиковые опять же. И оно, по-моему, затягивается. Вот, кстати, не помню, да, оно может затянуться на любую длину, регулируется. На верёвочках. Какая прелесть, за 200 рублей. Возможно, даже дорого для него, но оно очень красивое. И красиво висит на шее. Браслет, который подарила мне сестра, привезла, когда приезжала в гости. Вот, очень красивый. Тоже ношу. Ношу, он тяжёлый. Вот так выглядит, хорошего качества. Уже не знаю, кто произойдет, не помню. Этому браслету тоже уже, наверное, не помню, сколько лет. Вот, очень красиво смотрится, благородно. И такой, как бы, винтажный составленный такой металл. Ну, как можно такое не носить? Естественно, я могу носить его на любой праздник. На резиночках. В общем, люблю его. Тема зашла опять за море. Вот, предыдущая показывала колея, что я покупала на море коралловая. Опять же, покупала там за 100 рублей вот такие серёжки. Они, как бы, такие восточные, серебро с чёрным камнем и фианитами. Ну, посмотрите, какая красота. Прекрасная длина. Красиво сделанная. Похоже, как будто это какая-то филигрань или что-то такое. В общем, красота. Поэтому 100 рублей, по-моему, они стоили. И я с удовольствием, естественно, их купила. С огромным удовольствием. Это было, по-моему, в Сочи. Ну, да. Я в прошлом видео показывала, что это просто кучу серёжек набрала. Не только себе, но и на подарки. Также привезла в подарки всем такие украшения. Вот, что-то оно перестало фокусироваться. Вот такая красота. Поэтому очень хорошо, кстати, они подходят к простому чёрному платью. К любому однотонному зелёному прекрасно подходят. То есть, в ней цветастая одежда. Смотрятся они тогда в более классическом варианте. Красиво и нарядно. Естественно, с цветной одеждой они сразу превращаются в чистый восток. Показываю всё подряд. Вот, то есть, у меня там ещё колье есть. Ну, просто достаю. Просто как мне удобно доставать. Серьги изношены-переношены. Очень их люблю. Привозила с Москвы. Не помню, какой-то магазин тогда был в Москве. Тоже это было лет, наверное, 7-8 назад. Вот так выглядят серёжки. Очень красиво смотрятся они на ушах. Ничего с ними не стало. Не облезли. Ничего. Вот как были они под серебро металл, так и остались. Вот. Что-то не фокусируется опять. И это гвоздики. Вот такая красота. Очень утончённо, изящно и очень интересно смотрится. То есть, это вроде такая ерунда. Не ведет ко мне ничего, но элегантно висят на ушах. Очень элегантно. В то же время привлекательно. Ну, и в том же магазине я покупала вот такие цветы. Сейчас я их ношу уже чуть реже, потому что как бы уже... Мы немного меняемся с возрастом. И я как бы иногда позволяю себе их одеть, но уже не так часто, как раньше. Раньше я их практически не снашивала. Это такие розочки. Они не тяжёлые, но и не лёгкие. Тот же какая-то фирма, какой-то магазин. Я не помню, как назывался в Москве. Это сеть магазинов, бижутерии. Вот. И тоже ношу. И позолота не облезла, не окислилась. Ничего с ней не стало совершенно. Всё прекрасно держится. Ну, эта бижутерия, кстати, была не дешёвая. Ну, вот красивые. Очень красиво смотрится на ушах. Очень. И, кстати, достаточно, знаете, если со вкусом одеть, они прямо освежают. Облик такой становится какой-то цветущий, нарядный и достаточно женственный. Опять Алиэкспресс рулит. Вот такая красота. Обожаю это колье. Это одно из самых любимых у меня. Опять колье. Вот так это выглядит. Прекрасно собраны бусины рядами. Ну, такая вот жёлтая цепочка металлическая. На металле собраны они. Мне что нравится, подходит совершенно под любой цвет платья. То есть, оно как мозаика, играет на платье. Прекрасно, когда это платье, естественно, однотонного цвета. Поэтому очень люблю платье именно, когда они в один цвет. Без всяких вставок лишних, без всяких полос, ещё там чего-то декора. И очень красиво, конечно, можно обыграть украшение на этой одежде. Очень украшает. Вот, посмотрите. Ну, очень хорошее, кстати, качество. Хоть это Алиэкспресс. И регулируется тут, естественно. Кстати, оно с двух сторон. Двухстороннее. Любую сторону, куда ни поверняют, здесь нет изнанки. Такая красота. Вот, сфокусировалось, чтобы больше можно было показать. Люблю, очень люблю. Ещё одно колье. Вот так выглядит оно металлическое. Опять это наш Алиэкспресс. Покупала, помню, сразу две штучки. Оно мне покояло такими цветочками красивыми. Птичками. Господи, ласточками забыла, как называется резко. Внутри там, единственное, что чуть-чуть кривоватые камушки. Я хотела его, кстати, разыграть. Оно мне очень нравится. Ну, посмотрела, здесь кривоватые камни наклеены. Я не стала его разыгрывать. Как между своими подписчиками. Вот. И всё-таки решила, как, ношу я такое колье. Вернее, носила. Это у меня совершенно новое лежит. Я его ещё ни разу не одевала. Единственное, вот достала, чтобы показать. Убрала его, уже присоединила его к своей коллекции. Так как всё-таки решила его носить. Это моё второе. А первое, я сейчас покажу, куда оно мне делось. Я его носила первое, точно такое же аналогичное. Так как я их заказывала, две штуки, повторяюсь. Носила. А потом я решила куда-то его приспособить. Достала это. А это, как оказалось, немножечко с кривым камушком. Но, надеюсь, этого никто не заметит, когда я одену себе его на шее. На шее, кстати, очень смотрится хорошо. Не переворачивается. Оно только сделано под винтаж. И очень красиво облегает как раз вот воротниковую зону. Вот так это всё держится. Очень нравится, очень нежно. Его можно назвать детским, но я не знаю. Я понимаю, что уже 40+. Уже такие вещи нельзя носить. Но мне так иногда хочется их одевать. И я его одевала. Поэтому в этом году, этим летом я одену его опять. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, как его можно не одеть. Очень хорошо под рубашкой, кстати, тоже смотрится. Такая вот прелесть. И оно совсем не очень-то и дорогое. Там я не помню уже цена какая. Это, кстати, металл. И металл покрыт краской. Вот какой-то краской. Сейчас покажу, куда я делала ту колею, которую я изначально несколько лет носила на своей шее. Вот, куда я его делала. Я его пришила на такую вот фикс-прайсовскую сумочку. Или, как бы сказать, косметичку. Вот. Почему-то мне так захотелось его пришить. Но я сюда его и пришила. Вот она мне действительно здесь уже потёрлась немножко. Не отмывается. Я думаю, все помнят такую косметичку. Даже в кадре мне не общается, какая она огромная. Я ещё покупала такую чёрного цвета. Чёрную я подарила. А вот такую вот пудрово-розового цвета я оставила себе. Мне она очень понравилась. Она хорошо смотрится, как клач. Вот. Вот я и решила. Как раз своей коллегой, которая носила на шее. Цепочки я оторвала. И не приклеила, а пришила ниточками сюда. Как раз таки. Вот. И такую сумочку. Которая идет с такой прикольной кисточкой. Ну, фикс-прайс. Я думаю, помните. Все 99 рублей. Я не помню. Стоили. Или 77. Я уже не помню. Единственное, жалко, что у меня появились пятна, которые теперь не отмываются. Ну, вот такое вот у меня украшение. Вот такая интересная штука. Привозила я с Анапы. Там. Около музея. Горгипи. Не помню, как назывался музей. Археологический, по-моему. Вот. Там на побережье стоит. Это уже прошло несколько лет. Я уже подзабыла. Ну, вот там стоят лотки с всякими сувенирами. Я там купила вот такую вот, как бы сказать, подвеску. Выглядит это вот так. Это птица Гамаюн. Вот. С двух сторон она красивая. По-моему, это ручная работа. Что-то там. Что-то стоило, что-то рублей 600, по-моему, мне ее отдали. Мне-то очень захотелось купить. Я люблю всякие славянские штуки. Вот. Там было множество разных-разных таких вот амулеты, серии, чего там только не было. Но я взяла себе на шею, там же одела и ходила. Все время. И прикупила там же шнурочек вот такой. Вот. Который прям ровно лежит по шеям. Вокруг шеям. Не длинная. Не длинная. Это совсем очень коротенький шнурок. По-моему, кожаный, что ли. И клейку чуковый. Не, кожаный, по-моему, мне сказали. Очень штучка нравится. Эта птица примечательна тем, что она, чтобы она не говорила, она глаголит истину и правду. Вот. Я его носила-носила просто так, как украшение славянское. По-моему, оно из меди сделано. Опять же, уже не помню. Время прошло, подзабыла. Но я единственное заметила, что что бы я со временем не стала говорить, начало как-то вот просто между делом что-то говорить. И эти слова мои куда-то в пространство уходили. И такое впечатление, как будто мои слова как бы начали сбываться. Это не волшебство, не колдовство. Ну, и сбывалось недалеко не всё хорошее. Потому что обычно, когда в каком-то состоянии находишься в негативном, там ругаешь на сына, если тебе что-то не нравится, что он не так делает, либо на мужа, либо ещё на кого-то нервничаешь, и хочешь, чтобы делали именно так правильно, как тебе кажется, а делают не так. В сердцах можно сказать что угодно. Ну, кроме каких-то страшных вещей, дай бог, такого никогда не произношу, потому что знаешь, что такие вещи говорить нельзя. Ну, просто сказать, что вот не дай бог будешь там курить, и не дай бог заболевания или ещё что-то. Ой, конечно, не дай бог. Нечестно, говорю вам ещё тут. Вот, короче, между делом что-то какие-то слова выкидывала. Я поняла, что, допустим, как, к примеру, можно такие вещи произносить, что говорю, сейчас смотри, смотри, аккуратно следи, ударишь по пальцу. Ну, это на ходу придумала, к примеру. Бах, и человек ударяет по пальцу. Либо ещё что-то такое происходит. И череда за чередой. То есть я просто говорю в обычные урожитетельские вещи, ничего серьёзного, ничего сложного, а оно бах, и винится, всё это сбывается. То есть это вещь, я птица Гамаюн. Я её сняла в итоге, потому что я заметила, что это повторяется и повторяется, мне это не нравится. Я не знаю, может быть, она думала так. Ну, какое-то стечение обстоятельств сработало. Теперь я ещё больше контролирую свои слова, то, что я говорю, за то, что я переживаю, за то, что я нервничаю, чтобы ничего лишнего не сказать. Даже уже не нося эту птицу совершенно. Она у меня теперь лежит уже несколько лет, я её не трогаю. Так лежит у меня в комоде. Вот, и что-то, если честно, мне не хочется её носить. Вот она просто пусть лежит. И опять о красоте прекрасном. Это вот такое прекрасное колье. Опять это наш любимый, не знаю, можно сказать, любимый, но хочется сказать, Алиэкспресс. Знакомый всем. Вот такая прекрасная штучка со шнурками металлические. Здесь такие, господи, как называются там, конструкция металлическая. В смысле, тут вот эти крючочки, сцепление идёт. Вот такие шнурки, которые сделаны под кожу с лазерной обработкой. Красивые, аккуратные. Это коричневая с бежевым цветом. Глядят они вот так. Вот что-то он мне не фиксирует. Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не хочет. И вот так выглядит под золото вот эта штука. Очень хорошо сделана, качественно. Вот эти штучки, правда, едут куда хотят. Металлические катаются. Очень красивые камни. Очень качественное изделие. Вот, вот сфокусировалось наконец-таки. Вот шнурочки. Поэтому и стоило там что-то 200, по-моему, в чем-то рубри. Но я, правда, покупала уже очень давно. Поэтому сейчас цены, может быть, чуть дороже стали. А может быть, те же самые. А бывает так, что ещё дешевле цены становятся, нежели были даже два года назад. Ношу. На Новый год его также одевала. На праздник. И, по-моему, в ресторан одевала. Очень нравится. Броская. Бросается в глаза. И, конечно, все на него глядят. И, как бы, всем оно нравится. Дорого смотрится. Дороже, чем реально я за него заплатила. Вот. Такая красота. Это фасад. А это у нас тыльная сторона. Вот так вот выглядит. Поэтому, девчонки, экономьте деньги. Не тратите в магазинах. Нали, заказывайте. И это копейки вам на тысячу рублей. Купите себе несколько таких колье. Вот. Красота. Ну, в коробочке заказывала, по-моему, в прошлом году я покупала от Эйвен себе. Вот такой браслетик. Но я почему-то так в нем и никуда ни разу не ходила. Лежит мне совершенно новый. Вот. Показывала его в обзоре, когда заказывала. Сделала заказ с выяванием. Вот. Вот так он выглядит. Под серебро. Очень миленький. Хорошо смотрится. А почему я его не ношу? Вот я не знаю. Вот почему-то не знаю. Руки до него не доходят, наверное. Мне нравится. Он очень миленький. Очень симпатичные, милые камушки здесь. Покупала, по-моему, кстати, его за 300 рублей. Либо 300 с чем-то, либо ровно 300 без скидки. Он шел, так как это против рака груди. Там акция есть в каталоге. Так, что-то не думаю, что-то перекрутился. Мне очень он понравился именно по фотографии. Такой вот достаточно приятный сам по себе, без всяких излишеств. Вот. Купила всю, померила, отсняла. И летом сколько раз пыталась одеть, у меня как-то то к образу не подходит, то он слишком выделяется, то он слишком блестит, то еще что-то. В итоге я так ни разу его никуда не делаю. Вот он у меня новый. Вот так он выглядит. Что ж, такой не хочет, он не фокусируется. Слишком блестит, что ли? Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага, наконец-таки. Вот так вот. Здесь какой-то листик висит. Вот он. А, наверное, вот так надо смотреть. Очень миленький, симпатичный. Ну, новый. Возможно, в будущем даже его разыграю. Либо подарю, посмотрим. И он, по-моему, считается посеребренным. И, по-моему, сейчас он даже где-то по акции идет. Вот так он выглядит на руке. Так выглядит на руке. Эти штучки по всему кольцу не катаются. Они вот находятся примерно в поле зрения всегда. Именно наверху кисти. Что, в принципе, даже мне это и нравилось. Вот так это выглядит. И его можно, конечно, еще, по-моему, подзатянуть. Да, на несколько звеньев. Вот симпатичный. Я не знаю, у меня почему-то не носится. Хотя нравится. Может быть, я до него еще не созрела. Так лежит у меня педная денешенька. Идет, когда его кто-то будет носить. Так, ну, на сегодня это все. Спасибо за просмотр. И, я так понимаю, у нас еще остается четвертая часть. Я так думаю, будет заключительная, наверное. Думаю, что уложусь. Еще также у меня есть небольшая коллекция часов. С удовольствием вам их, конечно, покажу. Вместе перемешку с бижутерией. Ну, всем до свидания. Всем пока. Ставьте пальчик вверх-вниз. Подписывайтесь. Всем пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok